Автокросс 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 Проблемы лучше, безопаснее, можно сказать так. Расскажите о подготовке к соревнованиям, какой командой работали, сколько времени понадобилось? Да, когда заявились на эти соревнования, всерьез наше участие никто не воспринимал, да, то есть, ну так, ну посмотрели, вернулись, ну да, ребята пришли там, скажем так, поразлиться, и то, что мы можем всерьез претендовать на какие-то места и на какие-то успехи, никто даже вот это и не предполагал и не рассчитывал на это. То есть вы всех удивили? Кроме нас, пожалуй, что да. Время мало было, но тем не менее, как могли, подготовили, просто попробовать, как есть, остались ли силы. Ну, в принципе, после этих гонок понял, что все-таки нужно дальше продолжать. 58, это еще не так много. Есть у нас и ветераны, которые даже вот в этом автомобиле, в Кросе, время отличались, и это Борисенко, Игорь Игоревич, там уже за 80, поэтому... Олег, вы как опытный гонщик, расскажите, пожалуйста, зрителям, какие бывают категории гоночных автомобилей и чем они отличаются? Ну, на автокроссе все, в принципе, были представлены классы. Да, все и баги, и легковые, и полноприводные, вернее, заднеприводные, и переднеприводные, и также зелы, и газоны. Вот, в принципе, зрители видели все это, и это уже давно у нас такие соревнования проходят, именно в таких классах. Есть, конечно, еще полноприводные легковые автомобили, но здесь этот класс не представлен. Это чисто что касается автокросса. А как вам трасса, на которой вы выступали, удалось ли потренироваться заранее на ней? Ну, к сожалению, нет. Все это, буквально, вся эта гонка прошла за первый день тренировки, было три круга и два зачетных квалификации. И на втором день у меня только удалось четыре круга проехать, и на пятом, значит, перевернулся. Ну, в дальнейшем, там, ночь впереди, как всегда у нас бывает у всех гонщиков. Вот, восстановили автомобиль командой. Вот, большое спасибо ребятам, которые помогали. Вот, и на следующий день представил два финала. Финал Б и финал А. Финал Б я выиграл, это утешительный заезд, как называемый. И с последнего ряда в финале А принял участие за победу. И получилось так, что приехал третьим в призак. Здорово, мы вас искренне поздравляем. Расскажите подробнее о первом дне, что случилось, почему машина перевернулась? Ну, дело в том, что это гонка, гонка непредсказуемая. Трассы у нас неровные, как бы всегда мы едем по бездорожью, можно сказать. Вот. Ну, и здесь чуть-чуть, может, я ошибся, где-то погорячился. Хотя, в принципе, не считаю, что на его елдырку мне поехал. А соперник чуть траекторию изменил и загнал меня на брус, и, соответственно, перевернулся. Ну, ничего, так бывает. Не первый раз. Ну, соперник несколько кругов не давал вам проехать. Ну, это борьба. Это борьба, и здесь, как бы, все правильно. Все нормально. Никто не хотел уступать, будем так говорить. Страшно было? Нет, абсолютно. Абсолютно. Я об этом не думал никогда. Зрители точно за вас испугались? Зал просто ахнул в сопереживании? Ну, много переворотов. Там еще и баги перевернулся, и грузовые машины тоже были такие. Ну, и зречный вид спорта, за что я люблю его. В этом, наверное, состоит как раз зависимость той самой борьбы, там, за определенные места, а не просто в нажатии на педали. И вот Олег говорит, там, ошибся. Да нет, конечно, не ошибся. Просто одно, наверное, из сильных качеств, о себе, наверное, не очень удобно говорить, это как раз вот агрессия на трассе и риск, без которого, ну, никак невозможно было бы добиться того, что в итоге получилось, да. Риск и жажда скорости, жажда победы, вот это постоянная борьба, да. Вот жаль, что нет возможности сейчас там посмотреть видео финального заезда, ибо, да, стартовать в десятом и прийти в третьем. Даже если бы говорит к этому все, все равно сам процесс обгона машин, столько обогнать соперников, это редко кто сможет. Мы немножко забежали вперед. Хотелось бы отметить слаженную работу Рязанского автомобильного клуба. Буквально за ночь им удалось восстановить автомобиль, который совершил 4 оборота в воздухе, приземлился и достаточно серьезно пострадал. Вот как удалось в такие короткие сроки снова выйти на старт? Ну, это постоянно так все за ночь. Здесь желание просто участвовать дальше. Когда опускаешь руки, это ничего не получится. Здесь, наоборот, надо делать из того, что было, сделать то, что нужно. И вообще, ребят, много молодых сейчас принимают участие в этих соревнованиях. Это очень, конечно, хорошо. Но, к сожалению, я говорю, у нас вот хорошая программа была. Алло, мы ищем таланты, да? Вот. Мне бы хотелось сказать, что наши руководители и область, и спорткомитет услышали. И надо им сказать, что, алло, у нас есть таланты, просто надо их открывать. А с кем проще соревноваться? С людьми своего возраста или с молодежью? Что, опыт или молодость? Ну, здесь, как трудно сказать. Молодые, дерзкие ребята все. Взрослые, годчики опытные, предусмотрительные такие. Ну, я люблю всегда ездить где-то сзади, интереснее. Но, конечно, к финалу выигрывать желательно. Потому что сзади едешь, всегда видишь и ждешь ошибку соперника. И когда видишь, и проезжаешь, и обгоняешь, это уже удовлетворение большое. А первым сложнее идти, если честно. Потому что начинается, ну, не всех, правда, начинается нервозность какая-то. И больше ошибаешься, чем когда идешь сзади. То есть у вас такая тактика выжидательная? Ну, есть чуть-чуть, да, да, выжидательная, да. Но в конце гонки надо, конечно же, дерзать и идти вперед. Вы уже много лет выступаете. Какие-то есть изменения в автокроссе 80-х годов и современном? Ну, машины стали мощнее, как бы, возможности больше. Вообще, автоспорт, конечно, дорогой вид спорта. Ну, сейчас возможности больше, чем раньше было. Раньше все делали сами. Точили, протачивали, перетачивали. Сейчас все можно купить. Сейчас производство уже вышли на этот уровень. Даже и коммерческие делают, и всякие запчасти для спорта. Изменилось ли как-то количество кругов, может быть, поведение на трассе спортсменов? Да нет, это все то же самое. Нет, ну, от скорости, от мощности все зависит, конечно. Чем машина мощнее, тем по-другому маленько видится на трассе. Ну, в общем, практически ничего. Люди, машины, это как-то одно целое сливается, что раньше, что сейчас. Ну, гонка автокросс достаточно быстротечная, зрелищная. Всего 10 минут, когда ты выходишь на трассу, и, по сути, должен показать все, на что ты способен. Какие ожидания у вас были от гонки? Оправдались, не оправдались? Когда Олег перевернулся, я подошел к нему поинтересоваться, хотел, как хорошо себя чувствовать, все ли в порядке. Не успел даже задать этот вопрос. Он уже начал как-то диалог со мной на тему того, как нам все успеть восстановить завтрашнему дню, чтобы снова поехать. Так что проверять, я думаю, тут уже нечего, как бы, да, тут надо уже строить планы на ближайшее будущее. Я так понимаю, это ваш первый опыт совместного сотрудничества, первая такая крупная гонка. Да. Какие планы на будущее? Ну, планы, в общем-то, как раз продолжать ровно в этом же направлении, и, как мы уже говорим, в общем-то, очень зрелищный и интересный вид спорта. И подготавливаясь мы к этому мероприятию очень и очень быстро, времени было мало, и у нас еще, так сказать, есть очень много чего сделать, и очень много куда совершенствоваться, хотя бы только с одним автомобилем. Там и с двигателем есть, где побаловаться, и с коробкой, и так далее, да. Ну, и, конечно же, мы очень бы хотели как-то привлечь побольше внимания к этому виду спорта среди жителей города, среди рязанцев, и популяризовать вот это вот все. Ну, для этого тоже будем проводить какую-то работу, какие-то мероприятия, может, телекомпания «Город» тоже нам как-то посодействует. Вполне возможно, это очень зрелищный вид спорта, нам было очень приятно за вами наблюдать. Расскажите подробнее о модификации автомобиля, насколько, вообще, что берется за основу, сколько всего приходится переделывать, каким должен быть гоночный автомобиль, чтобы выигрывать. Ну, есть классы разные, даже в восьмерках, вот этих переднеприводных, есть и «Калина» ездит вместе с восьмерками, вот, есть группа там «Д2Н», это, в принципе, более к стандарту ближе. И есть класс 1600, там, который разрешается переделки, большие переделки там можно делать. Насколько важно пилоту самому разбираться в автомобиле, знать какие-то технические нюансы? Или это можно отдать на откуп команде? Да нет, конечно. Конечно, нет. Пилот должен все понимать, все знать, но, соответственно, помощь команды, как бы, ну, каждый заниматься должен своим делом, вот, поэтому... А кто предлагает модификацию автомобиля, вы или команда? Да нет, ну, какой выбор или автомобиль, на таком и ездим, да. Даже трудно, порой бывает, определить, от кого именно, что там начало исходить, так скажем, да, и как к тому или иному результату пришли, к тому или иному решению. Ну, каждый должен заниматься в команде, каждый должен заниматься своим делом, а вообще слово «команда», она подразумевает этот вот единый механизм. Ну, далеко не все зависит от автомобиля, совсем даже не все, да. Вот наш автомобиль на сегодняшний день, он проигрывал, ну, не всем, но большинству, безусловно, по своему техническому оснащению, да. Но мастерство пилота, это, наверное, вот именно в этом виде спорта имеет самое большое значение, самое высокое. Ну, для вас это только первая ласточка. А какого уровня соревнований хотите принимать участие? Вообще, какие перспективы видите? Ну, хотим, хотим-то во всех. Я бы, конечно, хотел, чтобы у нас была сбора на Рязани вообще по спорту, потому что у нас, в принципе, очень много талантливых гонщиков и молодых, и постарше, там, ну, в смысле, у меня есть, может быть, там, чуть помоложе. У нас очень хорошие гонщики были и есть, но, к сожалению, ездили почему-то за другие города. Вот тут же взять, допустим, Сергей Долин, за Воронеж ездил, хотя это рязанский гонщик, там, за другие города, за Москву, по-моему, даже ездил, вот, и выигрывал. Ну, я не хочу хвалиться, но у меня сын занимается тоже от спорт, тоже мастер спорта, он по картингу, и сейчас автокроссом занимается, и тоже очень перспективный гонщик, вот, и тоже ездил из-за тамбов, а все вот именно в том причине, что мало кто обращает внимание на этот вид спорта у нас в Рязани, к сожалению, потому что, хотя у нас с 62-го года, да, уже в Рязани этот вид спорта, значит, популяризируется и, как бы, проводится соревнования, вот, но почему-то нет вот этой сборной. Хотелось бы сделать, у нас сейчас вот Сергей Евсенин, тоже, парень, очень талантливый, скороходов, ну, как-то все разбросаны, а почему бы не объединить и финансировать, поддерживать команду сборной Рязани? Спасибо вам большое за увлекательную беседу, желаем вам дальнейших побед, процветания рязанского автомобильного спорта, а нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были пилоты и основатели Рязанского автомобильного клуба. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова